Мне нужно было называть канал «Девушка в лавандовом свитере». Всем огромный привет, мои хорошие! Если вы со мной еще не знакомы, то меня зовут Алена. И если вы здесь оказались впервые, и вам откликнется то, что я говорю, и я вам откликнусь как человек, обязательно подписывайтесь на мой канал. Кнопочка находится внизу. Нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропускать новые видео. И присоединяйтесь ко мне в моем Телеграм. Все ссылки на соцсети и другие полезные ссылки будут обязательно у меня в инфобоксе. У нас сегодня с вами тема, которой я еще не придумала, на самом деле, название. Здесь будет 10 фишек, 10 лайфхаков, 10 моих «да», которые изменили меня. Изменили меня не за один миг, но за несколько лет. И здесь будет и бьюти, и какие-то стилистические решения, и даже отказ от каких-то моих старых привычек относительно моего стиля. То есть здесь будут самые глубокие, самые важные моменты, которые позволили мне сегодня быть вот такой, какая я есть. Я продумывала прям эти пункты, и здесь все будет настолько весомое по тому, насколько вот эти действия внесли вклад в то, какая я сейчас. Поэтому, если такая тема вам интересна, то оставайтесь со мной, поехали. Давайте начнем, наверное, со сферы бьюти, и затем уже с вами поговорим о каких-то стилистических решениях, которые помогли мне образовать мой сегодняшний стиль. И самое первое, что действительно изменило меня, это ультраформер. Это процедура смаз-лифтинга. И сейчас девочки, которые будут буйствовать в комментариях, обязательно напишут, по 25 лет какой может быть смаз-лифтинг. И я сейчас обязательно расскажу предпосылки к этому, и они все равно напишут, что нет, такого не бывает. Но тех, кто будет читать эти комментарии, я призываю только к одному. Никогда ни девочка с ютуба, ни девочка в комментариях с ютуба не может сказать, нужна ли вам эта процедура. Найдите врача, действительно врача, которому вы доверяете, а не девочку-косметолога, которая закончила какие-то там курсы. Я это делала под контролем врача и по рекомендации двух врачей. Дело в том, что когда-то давно, в подростковом возрасте, я худела, поправлялась, поправлялась, дико худела до 30 с копейками килограмм. И все это очень сильно отразилось на качестве моей кожи лица. И если до определенного времени это было таким вяло текущим, то потом, как провокатор того, что овал лица начал медленно спускаться к земле, стал серьезный достаточно стресс, который очень сильно вообще повлиял на качество моей кожи. Мы это обсуждали с двумя врачами, один из которых не делает смаз-лифтинг и не работает на аппарате ультраформер, и второй, который является специалистом именно по процедурам, которые делаются при помощи этого аппарата. Соответственно, и тот, и другой специалисты сказали мне, Ален, тебе действительно это надо. Это, во-первых, и поможет, и будет как профилактика. Уколы никакие тебе не нужны, тебе нужно вот это. Из всего, что я делала с лицом, это только ультраформер и только губы несколько раз понемногу. И здесь я никакие моменты не буду вам раскрывать, просто потому что у меня изначально были очень хорошие данные в плане губ. И я в большей степени спасалась от сухости губ, которые меня просто раздражают на протяжении всей моей жизни. И последний раз, полтора года назад, я еще немного доколола носогубку, но сейчас уже этот эффект совершенно сошел. Что касается ультраформера, я делала его осенью. И я делала 500 линий на лице, здесь 200, здесь 200 и по подбородку 100. Как это все проходило? Процедура это была болезненное дело, и это на оригинальном аппарате. Все процедуры это дорогостоящие, дешево такие процедуры делаются или на каком-то аппарате аналоге, или я не знаю вообще где. Но когда мне девочки говорят, что они сделали ультраформера за 10 тысяч, мне смешно. Так вот, делала я это осенью, и помимо того, что это болезненная процедура, после процедуры у вас примерно 2 недели сохраняется ощущение, что вам надавали по лицу ногами. То есть у вас ощущение такого жуткого синяка, при этом внешне вообще ничего, вообще все идеально, у вас прекрасное лицо. И сначала появляется вот этот эффект подтянутости, у вас такое прекрасное лицо становится, и потом идет обратный эффект, и все становится хуже, чем было, когда вы туда пришли. У вас просто все настолько провисает, вот я рассказываю больше о своей истории. Но потом проходит месяц-полтора-два, и все, и у вас просто все прекрасно. Это действительно обалденная процедура, которая меня изменила, которая помогла мне без периода реабилитации, не пропадая с канала, не прекращая снимать видео, не прекращая фотографироваться, спокойно находиться в кругу близких, не переживать, как я выгляжу перед ними. Стать лучше, просто лучше. Я не говорю, что я была некрасивая, я не говорю, что я сейчас стала красивее как-то, но это действительно лучше, и я чувствую себя гораздо как-то прекраснее, не знаю. Мне просто нравится то, что сейчас произошло с моим лицом, так как все это подтянулось, как это все красиво выглядит. И как аналог этого мне предлагали сделать мезонити, но это процедура, которая требует длительного восстановления. Это ты месяц специальной повязки спишь, контролируешь все это, у тебя там кровопотеки, синяки могут быть и так далее. И учитывая, как у меня расположены сосудики, мне такая процедура действительно стоила бы длительного периода реабилитации, и не стала этого делать. По поводу аппарата ультраформер, я еще буду на нем делать личико себе. Скорее всего, через год-полтора я повторю эту процедуру. Второй момент – это лазерная эпиляция. Конечно же, лазер сильно изменил мою жизнь, особенно когда он плотно вошел в нее, и особенно когда я перестала лениться. Вот для меня проблема была, я только-только вижу эффекцию, я прекращаю его делать. Но нет, на самом деле лазер очень сильно спасает от вот этой вот рутины бесконечной. Я делала раньше эпиляцию с сахаром, и это, во-первых, больно. Во-вторых, это постоянные вот эти вот мысли о том, отросло, не отросло, сколько отросло, когда уже пора делать. И так или иначе я срывалась и начинала опять прибегать к бритве. В общем, это, конечно, не дело. Подмышечные впадины, бикини, ноги я делаю, и бикини я делаю уже много лет. Подмышки уже тоже определенное время, только-только начала делать ноги. Я действительно могу сказать, что это лучшее, что вообще было придумано, и это экономит время, силы, нервы. И это так прекрасно, что я просто обожаю вообще это изобретение человечества. Третье, это переход на безаммиачный краситель. Я никогда не думала, что перейдя год назад на безаммиачный краситель, я получу такой обалденный эффект. Теперь мои волосы меня не раздражают. В чем была проблема, в чем проблема вообще амиачных красителей, когда у вас очень много своего такого с краснинкой пигмента в волосах. Волосы через неделю-полторы-две после окрашивания, даже салонного, хорошего, замечательного, становятся красноватыми. Если вы посмотрите мои старые видео, вы увидите там вот этот вот отблеск дурацкой такой дешевой, рыжины. Хотя окрашивание дорогое на голландском красителе Кёне. И Саша, мой стилист, когда-то посоветовала мне перейти полностью на безаммиачный краситель и даже корни прокрашивать безаммиачным красителем. И теперь меня вообще ничего не раздражает. Когда смывается краска, она смывается однородно. Она абсолютно не травмирует волосы, то есть она очень щадящая. Ну и, конечно, вы получаете эффект, во-первых, здоровых, во-вторых, ровного цвета, без каких-то красных пятен, волос. То есть если, грубо говоря, вы 2-3 волосинки у себя выдерете, посмотрите при хорошем освещении на них, вы увидите, насколько они однотонные и однородные. Я уж, конечно, так и сказала жестоко. Выдерите у себя 3 волосинки. Но когда-то мой стилист, когда я говорила, да вроде бы у меня всё хорошо, это было ещё много-много лет назад, когда я только переходила полностью на салонное окрашивание, она просто вырвала у меня 2-3 волосинки. Она говорит, вот смотри, вот тут у тебя один цвет, тут у тебя второй цвет, тут у тебя третий цвет. И это действительно было так. Что ещё изменило, абсолютно изменило мою кожу и её состояние, это масло чайного дерева. Продукты с таким компонентом, как масло чайного дерева, масло чайного дерева в той концентрации, в которой оно допустимо для самомассажа, масло чайного дерева в тониках, в кремах, в средствах для умывания. Это действительно изменило мою кожу много-много лет назад. Это самое лечащее из всего, что только можно придумать для кожи склонной к акне. Маски с чайным деревом. Я просто обожаю этот компонент и я знаю, как много он для меня сделал. Я даже не могу здесь много чего-то сказать. Это компонент, который дезинфицирует. Это компонент, который предотвращает появление новых высыпаний. Это компонент, который бесконечно ухаживает за кожей и при этом сокращает выработку себума. Это компонент, который может пересушить кожу, если у вас она не жирненькая, не комбинированная. Например, сухая и вы еще и боретесь с акне. Здесь, конечно, вам нужен косметолог. Но конкретно для моей кожи это действительно сработало. Отказ от талька и переход на сухие контурирующие продукты, на румяна, на пудру только без такого компонента, как тальк. То есть более дорогие, с более качественным составом. Тальк это действительно то, что абсолютно вредило моей коже. И получалась ситуация, я лечу свою кожу, я ее, значит, холю, лелею дорогими средствами. Только-только добиваясь какого-то результата, тут я сделала себе контурирование и все. И опять оно все у меня посыпалось. Причем это могут быть не только какие-то прыщики. Это просто может быть какой-то лишний рельеф. Мелкие какие-то воспаления, которые вот так вот ползут просто по вашей коже, по скулам, по щечкам и так далее. То есть по сути по самым очевидным местам. Тальк в этом плане, конечно, злую шутку со мной сыграл. Я перешла на такие продукты, как бронзеры, румяна, палетки Hourglass. Я перешла на продукты от бренда Романова Makeup. Они тоже не содержат талька. Наташа Шик. Я перешла, заменила многие сухие контурирующие продукты, например, румяна, на кремовые. Кремовый продукт у нас все-таки не содержит талька. Я контролирую состав тональных средств, которыми я пользуюсь. И контролирую, чтобы там, если и был тальк, вдруг такое бывает. Например, BB крем от Arborian, который я люблю. Там много ухаживающих компонентов. Но не на первом месте, а вот там где-то затесался тальк. Поэтому это средство я, если и использовала, то всегда с большой осторожностью. И действительно, отказ от этого компонента преобразил меня, преобразил мою кожу. И помог мне добиться результата. Потому что я страдала сумасшедшим просто акне. Вот, если честно, я вспоминаю состояние своей кожи. И у меня просто слезы наворачиваются. Еще, что касается именно бьюти, вопросов очень сильно меня изменил за последнее время витамин D. Я не знаю никаких тайных процессов, которые совершает этот витамин с нашим организмом. Я рассказываю только о своих ощущениях. И по моим ощущениям он изменил качество моей кожи лица. Качество моей кожи тела, сделав ее более упругой. Он изменил мой сон. Он изменил момент моего пробуждения. Я более бодрая, более выспавшаяся, более какая-то наполненная. С утра просыпаюсь. И действительно, витамин D в этом плане сыграл не последнюю роль. И я увидела, как сильно преображается мой организм с добавлением этого компонента. Дело в том, что я и выросла в темноте на севере. И сейчас я живу в Петербурге, где солнышка просто нет. И если вы посмотрите на то, какая кожа прекрасная, какое тело подтянутое у тех девчонок, которые живут с постоянным солнышком, и витамин D поступает к ним, то, конечно, это будет небо и земля. Мне кажется, что тем, кто живет в этой вечной темноте и мерзлоте, нужно, конечно же, употреблять витамин D в обязательном порядке. Если не в, например, таблеточках и капельках, то хотя бы в продуктах. Давайте теперь начнем про одежду, аксессуары и так далее. То, что действительно меня изменило. Самое первое и очень-очень важное, это... Знаете, я всегда думала, что важно иметь дорогую сумку, дорогую обувь. Но я никогда не задумывалась о том, какую роль несет в себе дорогой качественный ремень. Я сейчас не говорю именно про люкс. Я также могу сказать, например, про сегмент мидл-маркета. Но когда-то именно появление классного качественного ремня очень здорово изменило мои образы. И это был не сразу люкс. Первым делом это был ремень от бренда Waltz Torres. Это была пандемия. Я только-только начала вести YouTube-канал. И я поняла, что мне нужен классный качественный ремень. Я решила прям потратиться. И купила его, по-моему, за 4,5 тысячи. Я тогда действительно жалела на этот момент деньги. Но объясню. Дешевые ремни, купленные где-нибудь в масс-маркете, особенно если вы их покупаете не просто для какого-то образа, для аутфита, а если вы покупаете для того, чтобы носить на постоянной основе. Они грешат чем? У них трескается заливка по бокам, которая просто вот так вот, как тряпочка, начинает вылезать со всех сторон эти нити. Это смотрится, конечно, ужасно. Конечно, качество кожи. Появляются заломы ужасные. То есть это вообще портит внешний вид, как ничто иное. И здесь, конечно, можно сейчас сказать, это вопрос денег. Не всегда. Иногда просто мы не замечаем, как мы тратим деньги на 3-4 лишние кофточки плюс какой-то ремешок из масс-маркета, вместо того, чтобы взять какой-нибудь хороший один ремень из миддл-маркета, из какого-то шоурума хорошего с российскими дизайнерами, или, если есть вообще возможность, из люкса, или из масс-маркета российского, но при этом из более премиальной линейки. Например, есть премиальная линейка бренди H&M, бренди Mango бывают ремни из натуральной кожи. Нам кажется, что мы тратим меньше, когда мы покупаем много всего из-за дешево. На самом деле мы так тратим больше. И этот ремень, купленный тогда еще в пандемии, до сих пор у меня есть, он до сих пор в идеальном состоянии. До сих пор его с удовольствием ношу. После этого, конечно, у меня появился еще один любимый ремень от бренда Yves Saint Laurent, и он тоже определенно внес свою лепту в мой стиль, в мои образы. Но в большей степени, конечно, мое осознание того, что это важный элемент образа, помогло мне составлять классные аутфиты. Иногда вот такая ерунда, а она так выбивается из образа, и так его поганит, что ты так старалась, а зачем? Еще один тоже важный момент, это отказ от дешевой масс-маркет бижутерии или какой-нибудь, например, бижутерии с Алиэкспресс. У меня не было бума на бижутерию с Алиэкспресс, но у меня был бум на бижутерию когда-то из H&M, и из Манго, и же с ними. Мне казалось, что это дешево, и какая разница. Но в любом случае, когда ты покупаешь эту бижутерию, ты не берешь ее на один раз. Ты берешь ее, чтобы она какое-то время у тебя носилась. Потом ты потихоньку начинаешь замечать, что она вроде где-то подстирается, но ты продолжаешь ее носить. Потому что вроде бы и ничего страшного. Как некоторые блогеры носят бижутерию с Алиэкспресс неделю и говорят, она вообще не стирается, она такого же качества, как просто вот супер-супер бижутерия. Да, ребят, да нет там такого. Ну невозможно за 300 рублей купить классную бижутерию, которую не будет облизать. И в этом плане такая бижутерия, которая дико дешевит вообще образ, дешевит вас, она выбивается вообще из всего, из всей картинки, вот как вот этот дурацкий ремень, выбивается и портит вообще все. И в этом плане, когда я перешла, я сначала перешла на винтаж, я поняла, что за 2000 можно купить классную пару клипс или сережек, винтажную, и при этом она будет в идеальном состоянии. Вы чтобы понимали, эти клипсы, они из 70-х или из 80-х, и они совсем другого качества. Вот они вообще другие, они куплены там где-то за 2500, и они никогда не сравняются с качеством сережек или клипс, сережек все-таки в масс-маркете из того же магазина Манго или Зара. Ну, не сравняться. Если вы берете Зару, ну, вы должны понимать, что вы будете носить это, ну, три, ну, четыре раза. Пользоваться аэрозолями, там, всякими духами, бояться этого всего, ну, для меня это не вариант. Может быть, кому-то вариант так сильно беречь эту бижутерию. Для меня же стало важным собрать какой-то единый, вот этот вот, ну, скажем, ювелирный, украшательный гардероб, собрать какую-то маленькую коллекцию, пускай она действительно будет маленькая, но там будут качественные элементы. Не подделки какие-то, не копии известных брендов, а что-то уникальное, пускай где-то вдохновленное, какой-то идеей известных брендов. Но все-таки пусть это будет что-то отдельное, без каких-то намеков на повтор именно. И пусть это будет чуть выше качества. Лучше иметь одну, две, три пары классных сережек или клипс, чем целую шкатулку дешевой бижутерии из масс-маркета, которая все равно будет выглядеть дешево, и она когда облезает, это вообще ужасно. И я носила, я носила даже со следами вот этого облезшего вот этого уже цвета бижутерию и продолжала это делать. Следующий пункт, я хотела сказать конкретно серый брючный костюм. Но скажу просто, брючный костюм не сводя именно к серому оттенку. Брючный костюм действительно когда-то изменил абсолютно мой стиль, мои образы, и стал тем элементом, по которому, наверное, мой стиль можно идентифицировать. Я все-таки девушка про брючный костюм, ну, еще, конечно, немножко про лавандовый свитер в последнее время. Я обожаю брючные костюмы. Это тот вариант, тот элемент гардероба, который не заставляет вас утром задумываться над тем, что надеть. Он всегда вас собирает, просто по частям вас с утра собирает. Он всегда выглядит стильно, особенно если он правильно сидит, и в этом плане я оды готова петь серому брючному костюму. У меня был невероятно любимый серый брючный костюм, он, к сожалению, стал не очень-очень большим. Уже он и так был мне так оверсайз, сейчас просто гипер, особенно когда брюки мне становятся большими, все, это значит, с костюмом мы уже не дружим. И я его заменила на другой, но точно от серого брючного костюма я бы не смогла отказаться. Вообще брючный костюм это вариант, который уместен на свидание, на работу, на встречу к подружкам, и я обожаю коллекционировать брючные костюмы, я обожаю их за их универсальность, за то, как их можно классно обыгрывать, носить. И это стало моим самым любимым вообще предметом гардероба. Наверное, я уже это сказала, но я повторюсь. И последний пункт это отказ от стереотипа универсальности черного пальто. Я отошла от этого стереотипа, и мои образы все стали более стильными, более цельными, более какими-то универсальными, живыми. И я сейчас говорю о пальто в цвете Кэмэл. Когда у меня появилось пальто в цвете Кэмэл, действительно, моя жизнь просто поделилась на до и после. Я не знаю, как так произошло, но это стало лучшей покупкой когда-то. Она у меня впервые появилась пять лет назад. Я бы носила, 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 и потом я его поменяла уже на новое пальто тоже в цвете Кэмэл, потому что я поняла, что я без него существовать не могу. И да, могут меняться фасоны, могут меняться какие-то детали пальто. Но сама суть вот этой вот невозможной красоты женственности, при этом ощущение какой-то свободы, оно не так обязывает, как черное пальто. Черный цвет вообще на самом деле беспощадный. Он заставляет нас делать макияж, он заставляет нас задумываться о том, а выспались ли мы, потому что именно в черном цвете больше всего видно, насколько большие у нас синячки под глазами, насколько много мы плакали, насколько много мы пьем водички на ночь и так далее. Цвет Кэмэл в этом плане он более дружественный. Он как-то, знаете, как заботливая подруга пытается скрыть все то, что нас беспокоит. И он настолько вывел мои образы на какой-то новый уровень, я настолько по-другому начала себя в нем ощущать, что определенно, какие бы эксперименты в дальнейшем я не совершала со своим стилем, пальто в цвете Кэмэл останется, как и брючный костюм, тем элементом, от которого я не смогу отказаться, наверное, никогда. Хорошие мои, у меня было все на сегодня. Надеюсь, что это видео было для вас интересным и полезным. И что вы вдохновились на то, чтобы просто сесть и подумать, что для меня является теми, да, теми фишками, от которых я точно никогда бы не смогла отказаться или которым я благодарна, что они были или есть в моей жизни, что я поняла, что да, вот это мне точно надо сделать. Целую вас, всех обнимаю, до встречи в новых роликах, с вами была ваша Ян, и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok